В нашей сегодняшней встрече включаем запись и еще раз приветствую всех, кто у нас подошел чуть позже. Сегодня мы начинаем такую важную тему, библиографические описания и ссылки. На прошлой встрече мы говорили про ГОСТы, про новый ГОСТы 2018, но сейчас уже такой переход совершаем. Идем дальше, про описания и ссылки, что важно знать, не библиографу. В основном я свои темы иструю для тех людей, которые не являются специалистами в области библиографии. Поэтому очень просто, быстро и с постепенным погружением. Все, естественно, сложности и тонкости мы за один вебинар рассмотреть не сможем, но у нас впереди еще целый год и, естественно, какие-то аспекты мы будем рассматривать и на других вебинарах тоже. Почему? Сегодня про ссылки и описания поговорим. Очень часто при оформлении письменных работ, особенно студенческих письменных работ, мы сталкиваемся с тем, что мы будем называть авторы, что там говорят студенты, иногда и преподаватели так тоже делают, оформляют ссылки простым переносом библиографического описания, в список сделали и вот описание на каждую страницу мы вставляем, где есть цитаты из этого источника. Или наоборот, сделали ссылку, скопировали ее и загоняем в список источников. И то и другое – это не совсем верное решение. Это может быть большой ошибкой, из которой потом нам приходится тратить нервы, силы, время, особенно в условиях дефицита времени, как правило, мы это в последний момент делаем. И часто вот такие вещи происходят по нескольким причинам. Не видим разницы между описанием и ссылкой, а правила их составления, оформления и даже структура могут отличаться, регулируются разными ГОСТами. И поэтому вот три вопроса, которые мы сегодня разберем, на которых мы остановимся. Три трудности. Одна из трудностей – это то, что мы не знаем структуру библиографических описаний и ссылок. Это, наверное, одна из самых главных трудностей. Вторая связана с ГОСТами. Ну и в конце некоторые моменты, полезные при оформлении списков и ссылок. Полезности будут у нас идти потихонечку на каждом вебинаре. Сегодня вот только некоторые-некоторые из них. Ну и первое. Ага, так, коллеги, прошу прощения, появились у нас вопросы во вкладке «Вопросы». Пока не перешли, я на один вопрос отвечу про запись вебинара. Ирина Анатольевна, запись вебинара для рассылки участникам не предусмотрена. Сама запись, да, сам ролик. А вот ссылка на запись, да, она будет, она идет в еженедельной рассылке. В конце вебинара я вам про записи еще раз расскажу. То есть посмотреть это можно будет в любое время свободно, не волнуйтесь. И трудности с оформлением. Одна из больших проблем, с которой мы сталкиваемся, связана с нашими ГОСТами. Вот на прошлом вебинаре мы как раз про это тоже упоминали и говорили, когда разбирали. Очень сложно сориентироваться, что применять, как применять, чего от нас хотят. К сожалению, в настоящее время вот такого единого нормативного документа, который бы регулировал оформление списков литературы для студенческих работ, для статей, там, публикуемых в научные издания, его не существует. И об этом говорят и библиографы, тоже выражают сожаление, библиографы крупнейших библиотек, от библиографов РГБ и РНБ такое тоже слышно. То есть не мы одни печалимся об этом. Но в то же время, что нам рекомендуют библиографы того же РНБ, по умолчанию, а так оно и есть, списки источников должны оформляться по ГОСТ 2003, библиографической записи, библиографическое описание. С вводом нового ГОСТа 2018 по ГОСТу 2018 для Российской Федерации. Для стран СНГ ГОСТ 2003 остается в действии. То есть только по ГОСТу библиографической записи, библиографическое описание мы оформляем списки наших источников. Но, возможно, и вариации. И те же самые библиографы того же самого РНБ также отмечают. Но если список по своему виду приближается к затекстовым ссылкам, допускается оформление по ГОСТ 2008. Библиографическая ссылка общей требований и правилов составления. Ну, про ГОСТы и их применимость к студенческим работам поговорим подробнее уже на следующих вебинарах. Вот 11 ноября у нас будет вебинар библиографические описания и ссылки «Два ГОСТа, два мира», два формата оформления. И в конце я вам покажу, еще у нас будут вебинары, как раз связанные с ГОСТами и составлением методических рекомендаций для оформления студенческих работ. Вот эти вопросы мы будем уже связаны с ГОСТами непосредственно, будем более подробно разбирать там. Но что нужно знать нам, не библиографам? Вот эта ситуация, она порождает большую сложность, большую трудность. И сегодня она похожа на, знаете, кто в лес, кто в поля, кто в лес по дрова, кто по грибы, кто по ягоды. И в одном ВУЗе могут быть одни требования, а в другом совершенно другие к оформлению. И по другому ГОСТу будет оформляться список. Раз есть допущение, можно и по ГОСТу 2018 или 2003, а можно и по ГОСТу 2008. И даже в рамках разных факультетов столкнулся даже с тем, что в рамках одного факультета, но на разных кафедрах могут быть разные требования к оформлению. И вот на днях со студенткой разбирались с этим вопросом. Перевелся человек с одного факультета на другой, а там по-другому ГОСТу требует оформления источников курсовой работы и ссылок. И этого может зависеть от специфики выполняемых ВКР, например, или дипломных проектов. Технические или гуманитарные ВУЗы. Здесь будет своя специфика и будет использование своих ГОСТов. Иногда можно услышать, что зачем такие сложности, вот на Западе есть один Гарвард и все, да. Вот знаешь один Гарвард и хорошо, и живешь. Гарвард-то есть гарвардский стиль, но вот его разновидности в одном генераторе мне попалось более 20. До 20 я досчитала, дальше просто уже сил не хватило. И базовым является гарвардский стиль, базовый стиль, но на каждый университет подстраивает его под себя. В университете Йорка будет один, одни требования, одни правила, да, а в Принстоне уже могут быть измененные. Но если при этом знать базовые основы вот этого базового гарвардского стиля, у них нет ГОСТов, у них международный стиль и описание, то вот если знать основы, если знать базу, то все модификации уже не так страшны. Так вот у нас примерно то же самое, поэтому на Западе не совсем лучше, чем у нас. Да, тоже каша, тоже путаница может происходить. Но самое главное знать основу. Если знать основные правила составления описаний и ссылок, то никакие требования уже такими страшными, ужасными для нас не будут. Можно будет обойтись и без литров валерьянки, и без килограммов валидола. И самое главное здесь понимать структуру, раз мы говорим о ссылках и описаниях, и у нас попадается в работах и то и другое, то самое главное даже не знать, а понять, знание потом придет, понимать структуру и следование областей и элементов, из которых строятся эти описания и ссылки. И тогда легче будет не только выполнять разные требования, но и пользоваться имеющимися генераторами. Они есть, но надо отдать им должное. Практически все они честно признаются, что доработка результатов, форматирование полученных результатов требуется в соответствии с вашими методическими рекомендациями и требованиями ваших организаций. Поэтому вот эти вот основы, а это и есть структуры, из чего строится описание, из чего построена ссылка. Вот сегодня мы с этим материалом и познакомимся, строительным материалом. Вот это будет наш второй и третий вопрос сегодняшнего занятия и плюс небольшие еще нюансы. Все ГОСТы взаимосвязаны между собой. Вот то, что у нас приведено сейчас на экране, вот у нас ГОСТ 2018-2003. Вот важно первое, что понять. ГОСТ по ссылкам 2008-й, он ссылается и использует ГОСТ 2003. По структуре, по элементам, по описаниям, даже названия областей, они не новые, они сохраняются старые. Ну понятно, 2008-й, это 2003-й, 2018-го тогда еще не было. Поэтому ссылочный ГОСТ, он связан с ГОСТом 2003, по которому мы оформляем ссылки. Поэтому они несколько будут отличаться и требование к оформлению ссылок будет отличаться от того, что есть сейчас в ГОСТе 2018-м. Вот такая вот небольшая у нас неостыковка пошла. Я надеюсь, что это приведет к изменению и ГОСТа по библиографическим ссылкам тоже возможно. Попадались мне уже методические рекомендации некоторых вузов, организаций, которые уже при оформлении ссылок рекомендуют использовать ГОСТ 2018. Но здесь потребуется значительная переработка, особенно в части образцов описаний, образцов ссылок, которые предлагаются студентам уже с учетом нового ГОСТа. Перерабатывать очень много еще та работа. Поэтому здесь смотреть нужно и решать уже самим, будем ли мы использовать уже новый ГОСТ для оформления ссылок. Я вам покажу, они взаимосвязаны между собой для оформления ссылок. Важна вот эта вот часть. Либо мы останемся на ГОСТ 2003-м. И еще для оформления ссылок важны еще два ГОСТа. Это ГОСТ по заголовкам, по оформлению заголовков и ГОСТ оформления электронных ресурсов. Но опять же электронные ресурсы 2001-й год устарел уже до нельзя. Заголовки еще держатся. Очень большое количество информации по электронным ресурсам включено уже в ГОСТ 2018. И поэтому вот такой вот переход постепенно происходит. Просто имейте в виду, что если мы используем уже вместо вот этого ГОСТа 2001-го года, 2018-й для описания электронных ресурсов, то по ссылкам придется очень многое переделывать в методических рекомендациях. А особая беда был у нас вопрос на прошлом вебинаре, по какому ГОСТу оформлять списки к диссертациям, к авторефератам диссертациям. Вот коллеги, здесь честно скажу, беда бедовая. Есть у нас ГОСТ для оформления диссертаций и авторефератов диссертаций 2011-го года, но на практике сталкиваюсь с тем, что в разных диссоветах, опять же, разные требования. Где-то 18-й, где-то 8-й. Вот та самая ситуация, кто в лес, кто под рова. Поэтому для нас, чтобы не запутаться вот в этом многообразии ГОСТов и со всей этой истории разбираться с наименьшими потерями, для нас и важно понять вот то основное, а из чего они строятся. Вот для нас, если мы будем знать структуру и понимать структуру, и сможем это донести до своих студентов, учащихся, коллег, преподавателей, то жить станет немножечко полегче. Тогда уже, переводясь из одного диссовета в другой диссовет, меняются требования, вам говорят, а чего вы мне тут принесли у нас совершенно, что за ерунда, у вас оформлено, все неправильно, надо вот так, просите методические рекомендации, они для вас уже катастрофы не будут, краха не произойдет, потому что мы знаем основу. Вот тот самый базовый гарвардский стиль, зная который, для нас все остальное уже не так страшно. Поэтому для нас самое главное и самое важное, с чего стоит начать, это понять, из чего уже построены наши библиографические описания и ссылки. Они очень похожи. Это не две совершенно разные планеты, абсолютно нет. И там, и там есть области и описания. Из чего состоит библиографическое описание? Из элементов, объединенных в области. Элементы описания, объединенные в области. И ГОС-2003, и ГОС-2018 указывают основной строительный материал для этого. Области и элементы. Отличия. В 2003 ГОС-2003 есть обязательные и факультативные, а в 2018-м еще добавляется третий элемент. Мы на прошлом вебинаре с вами об этом говорили. Условно обязательные. И обязательные элементы – это то, что в любом библиографическом описании должно быть обязательно. Условно обязательные мы можем указывать, когда обязательных нам не хватает, недостаточно для идентификации документа. И разное количество областей. И факультативные мы можем и не приводить. То есть от них спокойно можно отказываться, если мы говорим о библиографическом описании для студенческих работ. Татьяна Павловна, зависает текст, проглатывается. Постараюсь говорить немножко помедленней. Разное количество областей и поменялись названия некоторых из них. Опять же, на прошлом вебинаре мы это смотрели. Я вам этот слайд давала. Как было раньше в ГОСТе 2003, как стало сейчас в ГОСТе 2018. Почему для нас это важно? Если мы список источников делаем по ГОСТу 2018, а ссылки оформляем по ГОСТу 2008, библиографическая ссылка, то вот этот ГОСТ ссылочный, он опирается на старый ГОСТ 2003. Там будет другое название областей. И для нас вот эти различия важно понимать. Важно их держать в поле зрения. Но что остается неизменным и в том, и в другом ГОСТе по описаниям. Наличие областей и элементов, из которых состоят эти области. Они могут меняться, может что-то добавляться, но вот этот строительный материал, он остается неизменным. И знаете, мы вот такую визуализацию... Да, вот. Структура, области, элементы. Вот зеленым я добавляю то, что в новом ГОСТе появилось. Что еще важно нам знать для того, чтобы правильно составлять описание ссылки? Какая от нас требуется полнота описания? Полная, расширенная, краткая. На прошлом вебинаре мы тоже про это достаточно много говорили. Чем они отличаются? Для студенческих работ достаточно кратких описаний. Не мучайтесь сами, не мучайте, пожалуйста, их и научных руководителей. Вам же, как научным руководителям, потом это все проверять. И еще нам важно знать тип источника. Это печатный источник, электронный ресурс. Это печатный ресурс, имеющий электронную версию. Поэтому для того, чтобы правильно сориентироваться, какой строительный материал нам набрать, нам надо знать вот эти вещи. Какова полнота описания и тип источника. Полнота описания может быть расширенной. Мы говорили, если условно обязательные элементы дополняем, у нас уже пойдет расширенная. Но все правила, которые мы вводим, они должны быть единообразны для всего массива наших ссылок и массива описаний в списке источников. Одни правила для всего списка. Нельзя одно описание сделать по одним правилам, а другое почему-то мы захотели, взяли и элемент выкинули. А не захотелось нам его указывать. Вот этого быть не должно. Валентина Владимировна, на предыдущий вебинар ссылку дам ближе к концу, тогда на запись, если можно, чтобы нам сейчас не отвлекаться. Все равно буду вам сертификаты делать. Не переживайте. Вы мне только напомните, пожалуйста, в конце ссылку на прошедший вебинар. И с колледжатами, прошу прощения, с учащимися колледжа, когда я им пыталась объяснить, как правильно оформлять рефераты, и мы пытались вот эти правила, структуру, описание ссылок составить, вот такую визуализацию с ними придумали. Перебрали множество вариантов, им вот как-то домик понравился больше, как-то лучше зашло. Может быть, для проведения каких-то занятий с подростками, со школьниками, с учащимися первого курса, да и со взрослыми, может быть, тоже. Может быть, и свои какие-то визуализации можете придумать, какие-то свои метафоры, но у нас вот зашла метафора домик, поэтому я ее вам показываю, как мы в этом разбирались с этими областями и элементами. Все очень просто. Библиографическое описание и библиографическая ссылка. Дом состоит из блоков. Вот, например, вот это вот, знаете, как блочное строительство домов, стена, и в нее уже встроены там окошки, двери. Вот этот вот блок – это наши области библиографического описания. А вот всякие двери, окна и прочие мансарды – это элементы, которые в этот блок входят. Вот привозят блок и поставили. Знаки предписанной пунктуации – это скрепляющий раствор. И они разные. Для элементов требуется свой раствор, чтобы их сюда вставить, а для блоков требуется отдельный раствор, потому что они большие, и нам их нужно хорошо скрепить. Поэтому он идет двойной. Точка, тире. Вот мы через вот такую метафору с ними разбирались со структурой описания. И опять же, смотрите, у нас может быть разное количество элементов в блоке. Здесь одно окошко, здесь два окошка. Первые сведения об ответственности, например, и первые и вторые сведения об ответственности. Но одно окошко у нас обязательно должно быть. Это обязательный элемент, потому что темно уже будет в доме. Дверь в доме обязательно должна быть, иначе мы в него не попадем. И вот через вот такие метафоры мы с ними и разбирались. То есть количество элементов-то может быть разное, но блок обязательно должен быть. Попробуйте выньте блок или неправильно скрепите его неправильно раствором, и потом дом рухнет. Ага. И вот таким образом через вот такую метафору мы с ними выходили на то, что вот наши области элементы и знаки предписанной пунктуации – это тот строительный материал, из которого мы строим дом. После этого им стало менее страшно. Коллеги, напишите, пожалуйста, в чат, хорошо ли у нас идет, видно ли, слышно, или у всех виснет, или у многих виснет, или только у… Ага, спасибо. Спасибо. Если подвисает это… Ага, спасибо, спасибо, коллеги. Если подвисает, попробуйте перезайти со смартфонов, это очень может быть, с компьютеров, кстати, тоже. Ага, звук дребечит. Сейчас попробую уменьшить громкость звука. Так, сейчас нормально слышно, коллеги? Ага, спасибо, спасибо. Все, 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 технический вопрос решили. Идем дальше. Ну вот как вам такая метафора. Это один из вариантов. Просто делюсь тем, что у нас тихо стало. Сейчас сделаем погромче. Попробую отодвинуться от микрофона. Сейчас, как слышно? Коллеги, сейчас в самый раз. Ага, отлично, все, настроились. Больше ничего не трогаю. Идем дальше. А по звуку попробуйте. Я уже очень так поднимаю планку звука. Попробуйте в настройках просто у себя сделать динамики на полную мощность, чтобы было слышно. Ну вот, вот, хотя бы вот так можно через такие метафоры снимать вот этот вот страх перед большим количеством, перед библиографическими описаниями и ссылками. И описание, и ссылки, и то, и другое дом, и там, и там можно жить. Главное их правильно построить. Вот они наши строительные материалы. Какие для печатного ресурса, про электронный ресурс у нас будут отдельные вебинары, поэтому мы про них будем говорить там. Но какие-то моменты здесь все-таки тоже затронем. Какие области и элементы можно использовать и рекомендовать? Это рекомендательный список для оформления студенческой работы. Области и элементы. Кстати, области и элементы – это то, из чего строится и описание, и ссылка. Потому что ГОСТ по ссылкам, он в этом плане отсылает нас к ГОСТу по библиографическому описанию. Другой вопрос, 18 или 3, он отсылает к 2003. Что обязательно должно быть? Обязательно у нас идет заголовок. Обязательно есть область заглавия и сведения об ответственности. И вот здесь я привожу элементы, как это можно расписать и как это можно показать, например, студентам. Вот она, наша область, вот он наш блок, наша стена, которая состоит из заглавия, первых, сведений об ответственности. Сведения, относящиеся к заглавию, обязательным элементом по новому ГОСТу особенно не являются. В новом ГОСТе тоже зафиксировано. Сведения, относящиеся к заглавию, почему я их выделила красным и жирным, в студенческих работах, курсовых, дипломных, ВКР лучше рекомендовать указывать студентам. Для чего? Во-первых, для научного руководителя понятно, с каким, если указан учебник, монография, хрестоматия, учебное пособие и так далее. Во-вторых, легче понимать, с каким массивом документов работал студент. Что он изучал? Он сконцентрировался на вторичных источниках, учебниках, или же он изучал монографию? Это все-таки немножко разные вещи и разное качество работы. Во-вторых, для самих студентов. На некоторых защитах, в некоторых вузах приходилось быть членом аттестационной комиссии. И я видела, не знаю, делаете это вы или нет, но студентов просили показывать слайд, один из слайдов на защите, где они указывают, какие источники, сколько каких источников он отработал, изучил и в своей работе представил. Научные работы, монографии и так далее. 35. Статей из периодических изданий печатных, столько-то электронных ресурсов, столько-то. Статей из электронных журналов, столько-то. И сразу видно, как и с чем работал студент. Вот поэтому, если такое есть, если такие требования существуют к студентам, да и научным руководителям тоже легче, то сведения, относящиеся к заглавию, лучше в этот список включить. Хотя он условно обязательный. Области издания, области выходных данных. Вот то, что синим, это так, как звучит в старом госте, зеленым, так, как это звучит в новом госте. Публикация, производство, распространение, физическая характеристика, область стандартного номера. На этом можно остановиться. Вот это основные вещи, из которых и должен быть построен наш дом. Ну а дальше метафору можно применить, что где находится, где крыша, где фундамент. Для школьников, для гимназии можно, вот это хотя и обязательная область, для начала можно ее опустить. Пускай хотя бы вот эти основные постепенно вводить. И потом уже, когда они привыкнут к порядку, к структуре, тогда уже можно добавлять номер идентификатора ресурса или номер стандартного номера, область стандартного номера, как это называлось в старом госте. То есть вводите хотя бы постепенно. Для совсем маленьких можно вообще оставить только автор, название и когда, кем и где было издано. Потом добавить физическое. То есть постепенно наращивать, не вываливать на них все сразу. Ну студенты вот этот объем вполне могут потянуть. Условия доступности это что и как нам необходимо для того, чтобы получить доступ к этому ресурсу. Условия, которые необходимы для того, чтобы получить доступ к этому ресурсу. И схема. Открытый доступ или по подписке или как. Свободный доступ. Обычно он не указывается, но могут быть нюансы. Например, для электронных ресурсов мы указываем доступ, платный доступ или доступ только по подписке или только для подписчиков. То есть вот разные условия, если это свободный, по умолчанию он не указывается. А вот если там есть какие-то дополнительные требования, тогда их не... Если это... Да, не, в основном для электронных ресурсов. Ну раз область так называется, так и будем ее использовать. Схема описания. Вот так она может выглядеть. Схема описания одноуровневого ресурса с уже расставленными знаками. Где, что у нас находится. Я здесь привожу схему описания для печатных ресурсов. По электронным у нас будет отдельная тема, и про это мы там уже рассмотрим. Но схему посмотрим. Какие элементы нужно обязательно привести? Какие знаки между ними расставить? Вот он наш знак между областями красным цветом выделен, и синим это знак. Внутри одной области скрепляются элементы между собой. И вот это вот одна область. Относящиеся к заглавию и сведения относящихся к заглавию. Вот это уже пошла вторая область. То есть, исходя из этого перечня областей, здесь уже расписана схема по элементам. Вид содержания и средства доступа. Вот они сюда выносятся. Средства и идентификаторы. Вот они, вид содержания и средства доступа. Это условно обязательный ресурс. В студенческих работах можно обойтись без него. Поэтому я его выделяю курсивом, и тогда у нас описание будет заканчиваться вот здесь. Но в схеме пока привожу, потому что иногда нам это необходимо, если описание выделяется из общего массива. Из 50 источников 40 это печатные. Тогда мы это можем не указывать. Но мы обычно пишем текст для печатных ресурсов. Текст непосредственный, то есть мы его непосредственно глазами воспроизводим. Либо мы пишем текст электронный. Это значит электронный, то что раньше называли электронный ресурс, нам понадобится на компьютер, нам понадобится гаджет для того, чтобы это прочитать, увидеть ту же самую страницу сайта. Но вот это мы приводим только для тех ресурсов, которые, условно обязательный элемент, только для тех ресурсов, которые выбиваются из общего массива. Вот для этих 10, например, из 50 электронных ресурсов мы пишем текст электронный. Раньше мы писали в квадратных скобочках после заглавия электронный ресурс, а теперь-то нам его как выделить? Вот мы его вот так выделяем. Схема описания многоуровневого ресурса. Здесь все то же самое, но добавляется у нас основное заглавие, номер многочастного монографического ресурса. Основное заглавие и его номер. Если у нас сериальное издание, то вот здесь в скобочках, после специфической обозначения материала и объема, это вот наши страницы, то вот здесь мы в круглых скобочках и приводим уже название серии, и если есть номер выпуска серии или подсерии. Все остальные элементы у нас сохраняются. Вот посмотрите, вроде бы три схемы, но они отличаются незначительно. Самый простой это одноуровневый ресурс, поэтому отдельные тома из многотомных изданий можно описывать как одноуровневый ресурс. А вот здесь можете мне сказать, схема описания какого ресурса приведена? Вот посмотрите на него, напишите мне в чат, это о каком ресурсе здесь идет речь? Мы посмотрели печатные одноуровневые, то есть одна книга, да, мы посмотрели многоуровневый, многотомное собрание, да, том отдельный можно и так описывать, и сериальное издание. А здесь какое издание? Ура! У нас есть победитель. Алия Хабибовна. Да, 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 Ирина Анатольевна, Владимир Анатольевич. Отлично. Владимир Анатольевич, а в чем сомнение? Почему знак вопроса? Точно. Ирина Аркадьевна, ну вообще супер. Одноуровневый электронный ресурс, да. Вот оно. Ну подсказка была, да, примечание только для электронных. Вот если бы я убрала вот это из текста, да, то были бы вариации, наверное, больше. Примечание приводится только для электронных, адрес и является, дата обращения, это является обязательным у нас элементом. Естественно, да, естественно. Описание составной части ресурса. А нету слайда. Домашнее задание. Вот по аналогии, используя материалы ГОСТа, это по ГОСТу 2018 было сделано. Вот эти схемы составлены, используя материалы, составить схему описания составной части ресурса. Домашнее задание на проверку высылать не обязательно, но если будет желание, пожалуйста, в конце электронной почты я вам оставлю, можно будет прислать и туда. Засчитаю. Значит, это пункт 4, если не ошибаюсь, 4, 4, 3. И посмотрите, в общих рекомендациях вот эта схема, она приведена, я ее здесь разбила на несколько слайдов и написала, где какого ресурса. А там они все в одной кучке приведены. Попробуйте, и плюс табличку страниц 14, 16, попробуйте сами составить вот такую же схемку описания составной части ресурса. Ну и просто для интереса, что у нас получится. По основным областям пройдемся немножечко на прошлом занятии, мы тоже на прошлом вебинаре проходили, но пройдемся еще раз и посмотрим основные особенности, которые нам хорошо бы и важно повторить, закрепить и запомнить. Про заголовок мы не говорили, поэтому немножко на нем остановимся. Заголовок библиографической записи это элемент библиографической записи, который располагается перед библиографическим описанием. Людмила Александровна, чуть попозже скажу, да, у нас это будет. Не опускается, он заменяется. Только он не опускается, он заменяется. Так вот, заголовок располагается перед библиографическим описанием и его основная задача это упорядочение и поиск библиографических записей. Для того, чтобы удобнее было нам искать. Он их как бы собирает в единые такие массивы. В основном мы сталкиваемся вот с этими двумя заголовками. В заголовке вот имя автора это заголовок. Поэтому, когда мы пишем автора и в заголовке приводят имя только одного автора, если у нас описание идет под заголовком. Если книга пяти более авторов, тогда у нас идет уже по новому госту под заглавием. И автор у нас уходит в сведения об ответственности. Может быть и вот такой тип заголовка, с которым мы тоже сталкиваемся и в новом госте есть рекомендация описывать федеральные законы, законодательные акты под заголовком. В примерах, по крайней мере, это есть. Ага. Российская федерация, законы, об образовании, через двоеточие, федеральный закон с большой буквы. Вот это будет заголовок. Это тоже заголовок. Удобно для систематизации, удобно для поиска. Может быть, даже при составлении списков источников имеет смысл, конечно, большой буквы. Вот, кстати, Валентина Владимировна, вот смотрите, Российская федерация с маленькой буквы, да, я не набирала этот текст, это взято из ГОСТа. Поэтому, даже когда мы берем образцы из ГОСТа, имеет смысл перепроверять, да, вот упустила момент, что здесь с большой буквы, да, Российская федерация с большой буквы. И федеральные законы после двоеточия, ну вот почему-то в Новом ГОСТе так приведено, ну, видимо, так положено. Пишем тоже заглавные буквы. Вот это у нас будет заголовок. Поэтому, когда у нас идут законодательные акты, и особенно их очень много в наших курсовых, там, дипломных работах, лучше использовать описание под заголовком. Ветхие за... Не, 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 не разделяется, да. О, как! Вот так, да, очепятки. Очепятки есть. В ГОСТах очень много очепяток и нестыковок. Поэтому, что будем находить, если тоже что-то будете находить, пишите мне во вкладку вопросы, и в конце я тоже оставлю координаты, куда можно писать. Большое спасибо, кстати, Владимиру Алексеевичу, одному из наших постоянных участников с Дальнего Востока. Вот по патентам очень серьезную тему подняли. Не, не ставьте, Яна Валерьевна. В образце не стоит, ставить не будем. С чем еще можно столкнуться? Заголовок, содержащий унифицированное заглавие. Это заголовок, заголовок, в основном используется для записей на издания каких-то классических произведений, публиковавшихся под разными заглавиями, когда идут издания текстов священных писаний, ну и духовная литература, вот там имеют различные сложные заглавия, вот тогда используется заголовок. И на записи анонимного классического произведения, которое публиковалось под разными заглавиями, берется его наиболее известная заглавия, как Колевало, слово о Палку Игореве, да, и тогда используется как заголовок. Да, да, в данном случае, да, Светлана Николаевна, в заголовке сокращается, вот если посмотреть, по, посмотрите, по ГОСТу по заголовкам, да, там оно вот так и идет. Ветки Завет, Новый Завет, они сокращаются. Пункт, по-моему, 7.3 или 7.3.1. Если идет наиздание только Ветхого Завета или только Нового Завета, то тогда пишется слово Библия и указывается вторым, вторую частью, прямо в ГОСТе указано в сокращенной форме название Ветхий Завет или Новый Завет, вот здесь сокращается, но это скорее в виде исключения. Заголовок библиографической записи на нормативные документы ГОСТ, ОСТ, ТУ, что там у нас, ИСО, да, вот это, это заголовок, это не заглавие, это заголовок. Ну, а дальше идет цифровое буквенное обозначение, год утверждения, и если это относится к экспортной продукции, то это СНИП, да, точно, Ирина Аркадьевна, СНИП, СНОРы, туда же. И если относится к экспортной продукции, то там ставится обозначение Е или Э, их тоже включать, и это будет заголовок. Вот это вот основные моменты, что важно нам знать про заголовок. Но чаще всего мы имеем дело вот с этими двумя, остальные нам попадаются реже. А, хотя вот и, вот ГОСТы, да, могут нам попадаться заголовок, содержащий обозначение документа. Особенно в технических вузах, вот этот еще будет момент для нас важен. Область заглавия. Заглавие, само заглавие не сокращается, пишется в полной форме. Это та область, в которой сокращения не допускаются. Область заглавия и сведения об ответственности. Здесь у нас все осталось по-прежнему, как было в ГОСТе 2003, как мы к этому привыкли. Заглавие, через пробел у нас пишутся знаки предписанной пунктуации, чтобы отделять их от грамматических. Здесь с маленькой буквы мы пишем сведения, относящиеся к заглавию, исключение только федеральной закону, там мы пишем заглавную букву. И первые сведения об ответственности. Вот это и есть область заглавия, вот это есть элементы, из которых она состоит. Вот два или три элемента, которые у нас должны быть. И вот они знаки, которые их скрепляют. Все. Вот она, вот одну стенку мы уже собрали. Даже две заголовок и заглавия. Раньше у нас к области заглавия относилось общее обозначение материала. Текст, электронный ресурс, то, что мы писали вот здесь в квадратных скобочках после заглавия указывали, что это за ресурс. После сведений, относящихся к заглавию. ГОСТ 2003 без этого элемента можно обойтись. ГОСТе 2003, вот он пункт, я его вам привожу. Прямо написано, может быть опущен. В новом ГОСТе он перенесен в область вида содержания средства доступа, то есть в самый конец он уже стал, вырос, стал большой девятой областью, но она условно обязательно. Вот это та область, без которой тоже в студенческих работах можно опустить, можно обойтись. Если мы принимаем такое решение, то мы без нее тоже можем обойтись. Вот они пункты, на которые можно ссылаться. область издания. Что здесь? Все так же осталось, как и было. Здесь мы указываем, есть ли это переиздание, дополненное, переработанное и так далее. Предвижу вопрос, чего-то не вижу в чате по поводу сокращений. Смотрите, сокращать можно. В новом ГОСТе тоже, хотя идет тенденция на минимизацию сокращений, но жесткого правила нет. То есть, если в издании, если в предписанном источнике информации у нас указано сокращение, мы указываем сокращение, как на титульном листе, как на обороте, на титульной странице и на титульном листе указано на обороте. Сокращать вот здесь можно. Не обязательно писать полностью словами издание, второе издание, издание, второе сокращение допускаются. Да, Валентина Владимировна, если написано на титульном листе второе цифрами вот так вот, а слово издание полностью, то мы можем написать вот так, как в нашем первом примере. Мы можем сокращать вот это слово издание можно сокращать. Дополненное, переработанное. Здесь сокращение допускается. нежелательное сокращение для все стараются писать полностью для библиографирующих организаций, для авторов сокращение в разных областях допускается. Нам сделали послабление. Но если мы говорим об области выходных данных или сейчас это называется вот так публикация производства распространения, там где место и здание что в старом гости, что в новом гости, в старом гости тоже не указано. Мы просто вот та самая история, вот тот самый случай по умолчанию допускаются методическими рекомендациями, допускалось сокращение Москва М, Санкт-Петербург СПБ, Н Новгород, Нижний Новгород и Ростов-на-Дону, вот эти четыре города сокращали, потом оставили Москва и Санкт-Петербург. Теперь пишем полностью. Вообще везде и в старом и в новом гости место издания стараются писать полностью. Но опять же были расхождения, то сокращаем, то не сокращаем. И вот в гости 2008 по оформлению ссылок там есть сокращение. Москва и Санкт-Петербург сокращаются. Можно просто в методических рекомендациях написать, чтобы не было вот этого разброда и шатания сокращаем, не сокращаем, просто город пишем полностью. И по новому госту идет в сторону минимизации сокращения. Город пишем полностью. Просто включите это в методические рекомендации и не мучайтесь сами, не мучайте несчастных студентов, да и научных руководителей. Ничего не сокращаем, пишем полностью. Ну и разница в указании мест издания. По госту 2003, что у нас было? Если указано несколько мест издания, то приводят название, выделенное полиграфическим способом или указанное первым в предписанном источнике информации. Либо оно идет первым, либо оно выделено крупно-жирно на титульном листе. Вот его мы и указываем. Если несколько мест есть, то пропущенные сведения мы пишем в скобочках и дыре. То есть понятно, что было несколько издательств, было несколько мест изданий. Могут быть приведены названия второго последующих мест издания. Тогда мы их отделяем друг от друга точкой запятой. Инициалы неразделимым пробелом. Пробел ставим. Между инициалами Наталья Эдуардовна вижу вопрос пробел между инициалами ставим. По поводу неразделимого надо посмотреть. Сейчас так сходу не отвечу, посмотрим, ставим или нет. Если увидела, успела увидеть, не убежала слишком высоко. Если второе, три последующие места издания можем приводить, отделяем их друг от друга точкой запятой, и вот такой интересный момент выделен еще в нашем госте. Предпочтение может быть отдано месту издания страны, где находится библиографирующее учреждение. То есть, если есть несколько мест издания, и одно из них в России, то можем указать его. по ГОСТу 2018 пункт 553. В предыдущем ГОСТе это был, по-моему, пункт 552. Там с подпунктами. Место публикации производства и распространения обязательным элементом для этой области является первое место, а все последующие это условно обязательный элемент. То есть, мы можем по-новому ГОСТу приводить только, если в старом было несколько вариаций, то по-новому ГОСТу мы можем опять же в наши методические рекомендации включить только первое место издания и одного издателя. Все. Только первые сведения. Это обязательное. Москва вторая. Москва выделена если здесь было бы второе место издания, вот здесь место названия издательства, и Москва выделена типографским способом, то мы можем указать Москва. Она же вот она. Здесь да, здесь вот. А вот в этом примере, если имеете в виду, то да, первое место издания Тамбов, второе место издания Москва в Тамбове. Это вот он издатель, было издано здесь, В Москве вот здесь, а еще где-то издавалось. Вот по новому ГОСТу мы можем ограничиться только Тамбову. Привезти первое место издания и все. И ДРМ можно поставить в скобочках и все. Да, Людмила Анатольевна, скобки квадратные с оборотом титульного листа действительно радует, что можно не ставить. Убрали этот недосмотр. По месту издания вроде бы все. Вот первое. Еще один важный кирпичик в наше издание. Первые сведения. Первые сведения о месте и об издателе. По области физической характеристики у нас тоже ничего. Все то же самое остается, как мы привыкли писать. 222 пробел с маленькой страницы и завершаем точкой. Либо по Геннадусу указываем страница с пробелом 14, 28. И завершаем наше описание точкой. То есть как было, так мы и указываем. Здесь ничего сложного нет. Просто указываем либо объем нашего источника, либо для составной части ресурса, а где в этом источнике наша статья находится, для того, чтобы ее можно было найти. Маленький кусочек. Вот два способа записи, которые есть. Самые простые, без каких-то глубоких таких углублений. Вот это хотя бы в студенческой работе указать, в той же курсовой, дипломной. И в статьях этого бывает достаточно. Тогда большего не требуется. Область идентификатора. Что у нас здесь? Это то, что у нас был международный стандартный номер. Обязательные международные стандартные номера ИСБН, ИССН, ИСМН, ДОИ, по ГОСТу 2018, новый идентификатор, который используется для статьи, для документов. Согласно пункту 593, он является условно обязательным. Но по умолчанию, для статей, которые имеют ДОИ, указывать лучше его. Лучше его указывать. Потому что ДОИ – это идентификатор, который привязывается не к адресу размещения этой статьи, а к самой статье. Почему бывает недостаточно указания адреса, URL? Переехала статья, поменялся адрес ее размещения, она находится уже не на этой странице сайта, а на другой, или вообще с этого сайта она исчезла. Сайт исчез, и все, мы статью потеряли, мы ее найти не можем. Особенно любовь наших студентов, да и некоторых преподавателей тоже. Электронные ресурсы просто адресную строку указали, и все, и на этом успокоились. Ни автора, ни заглавия, ничего нет. Вот это вот неправильно. То есть вот эти области элемента для ссылок тоже у нас присутствуют, а для описания уж точно. А если у нас указан ДОИ, то как бы не поменялся адрес по этому номеру, мы можем статью найти, где бы она ни находилась, куда бы она от нас ни пыталась скрыться. Поэтому это влияет на поиск, и ДОИ, хоть он и условно обязательный, лучше в требовании прописывать наряду с международными стандартными номерами. Расширилось значение области идентификатора ресурса. Если раньше это были международные стандартные номера в основном, и по ГОСТу 2003, то сейчас включаются вот еще дополнительные элементы, которые могут являться такими идентификаторами ресурса. И вот что является обязательным, что является условно обязательным, с указанием пунктов я вам здесь привожу. То есть в этом номере, в этой области тоже есть вот эти вот элементы, которые мы должны обязательно указывать. Был у нас вопрос на прошлом вебинаре, а надо ли от авторов статей, я так понимаю, в научные издания, требовать указания идентификатора ресурса. Или вот как раньше было международные стандартные номера, и как осталось в ГОСТе 2003. Желательно. Да вот как раз по этим самым причинам. Особенно ДОИ, ну в требованиях к авторам тогда просто пропишите. Не всегда их указывают, иногда эту область оставляют за бортом, хотя это обязательный элемент, и вообще-то хорошо бы его указывать. По номеру СБН и СССР также можно находить документы, если в описании мы допустили какие-то ошибки. То по номеру мы легко можем найти. Кстати, для изданий, научных изданий, вот по этому номеру, библиографам и корректорам, редакторам, кто проверяет списки источников за авторами, легче находить эти источники, и быстрее идет проверка вашего списка. Да, поэтому, ну, с авторов лучше писать. Вот мы прошлись по основным областям, да, по блокам наши, из которых состоит наш дом, и посмотрели отдельные элементы. К этому мы еще будем возвращаться на следующих вебинарах, и на прошлом вебинаре мы вот эту полную, как бы, структуру, из каких элементов состоит, тоже с вами разбирали. Что с ссылками? А вот теперь смотрите, почему мы рассматриваем параллельные ГОС-2018, и я вам постоянно, да, привожу пункты и там, и там. Что у нас идет в имеющемся ГОСТе по ссылкам? Пункт 4.5.1. Полная ссылка, содержащая все библиографические сведения о документе, составляют, и вот они, три ГОСТа, которые нам важны. ГОСТ-2008, вот он, что используют для того, чтобы построить полную ссылку. ГОСТ-2003, но тогда 18-го еще не было. ГОСТ-7-8-82, запись, библиографическая запись, библиография, изголовок, и электронный ресурс. Поэтому то, что сейчас есть в новом ГОСТе в 2018, и то, что есть в ГОСТе 2008, они будут различаться до требования к оформлению. Потому что здесь остались старые требования 2003 года. И если мы попробуем перевести оформление ссылок в своих методических рекомендациях на новые рельсы, на новый ГОСТ, нам вот эту часть придется значительно перерабатывать и переделывать. Но, что радует, элементы и области остались те же самые. То есть, если вот эту девятую область мы не будем указывать, текст электронный, текст непосредственный, как условно обязательную, мы постараемся обойтись без нее. Поменялись названия, но области и элементы остались те же самые. Вот это важно понять, что строятся наши вроде бы разные дома, но из одних и тех же материалов. Ирина Аркадьевна, ой, в презентации все есть, и есть у нас, если можно, мы сейчас сильно назад не будем возвращаться, да, будет в записи и будет в презентации. Если чего-то не хватает, я вам, да, Валентину Владимировну, конечно, если что-то пропустили, упустили, не поняли, в записи непонятно, я вам оставлю координаты, там можно будет задавать вопросы, и мы, если надо будет, там вернемся и рассмотрим. Так, немножко отвлеклась от областей и элементов. Ага, материал один и тот же, но вот тот момент, о котором мы говорили у нас участники, про записи я чуть-чуть, Анжела Ивановна, в конце вебинара расскажу, да, и ссылочку дам. Знаки предписанной пунктуации в ссылках, в гости, как у нас написано, допускается заменять на точку, но по умолчанию мы это делаем. Для чего, да, для того, чтобы отличить, что вот, ага, точка тире, это у нас библиографическое описание, а раз точка, значит, это ссылка. Но допускается заменять. То есть, если вы принимаете решение, что, а давайте не будем заменять, а давайте в ссылках тоже писать точка тире, и это, и так тоже можно, и так тоже можно. Допускается, но по умолчанию мы все-таки заменяем на точку, чтобы отличать описание от ссылок. Какие у нас, с какими видами ссылок мы сталкиваемся? По различным критериям можно выделить следующий вид ссылок. По месту расположения в документе. У нас подстрочное, внутритекстовое, затекстовое, а отличаются по оформлению. Чаще всего мы имеем дело в студенческих работах. Да, Ирина Викторовна, в формате PDF можно скачать, из вкладки ресурс презентация есть. И дам вам ссылку на диск, где она тоже выложена. Чаще всего мы сталкиваемся с подстрочной и затекстовой, внутритекстовой редко когда используется, чаще всего вот эти два варианта. Ну, по ним и пройдемся. Дальше. По повторяемости ссылка может быть первичная, когда она первый раз встречается у нас в документе. Мы первый раз на нее даем ссылку, и вот тогда она будет первичной. И повторная. И в зависимости от того, будет ли у нас ссылка первичной или повторной, она будет либо полная, либо краткая. Да, вот первичные ссылки, как правило, по полноте описания, они дают с полной, то есть максимум идентифицирующих элементов мы приводим сюда для того, чтобы указать этот источник. А дальше мы уже ее можем приводить, если мы повторно на этот источник ссылаемся, мы можем приводить его уже, ссылку давать в краткой форме. Юрий Иванович, кто так усложняет проблему идентификации источника библиографа, которые не пишут статьи и не используют то, что придумают или деятели науки? Скорее всего, все. Нет, ну почему не пишут статей, Юрий Иванович? Еще как пишут. Публикационную активность преподавателей, библиограф ты не библиограф, никто не отменял, писать обязан. Библиографом можешь, деятелем науки можешь ты не быть на статье, писать обязан. Пишут, пишут, конечно, Ирина Аркадьевна. На самом деле, Юрий Иванович, вот эти вот проблемы идентификации, они связаны с той неразберихой, которая у нас сейчас получилась в ГОСТах. Что-то поменяли, что-то осталось прежним и начинается вот эта каша. Вот мы сейчас стараемся немножко максимально упростить, чтобы не запутаться в этом окончательно. И хотя бы понять, что вот структура и схемы, они очень похожи. Если мы знаем одно, то в остальном мы разобраться сможем. По структуре затекстовых ссылок. Вот мы разобрали, какие они бывают по виду, и у ссылок тоже есть своя структура. А вот теперь посмотрите. Похоже на библиографическое описание. Заголовок, основное заглавие. Вот это мы уже сейчас можем не указывать. Это курсивом. Это и факультативный раньше элемент назывался условно-обязательный. Мы его сейчас можем и без него обойтись. Ну, пусть будет. Сведения, относящиеся к заглавию, об ответственности издания, выходные данные, данные о публикации, производстве, распространении. Физическая характеристика документа, сведения об объёме, международный стандартный номер. Сильно отличается от библиографического описания? От того материала, из которого он устроится? Нет? Один? Да, конечно, нет. Валентин, не очень. Да, есть отличия. Но основное, вот если схему понять, да, структуру, то и какие, и что большие области отделяются точкой тире, а внутри элементы, их один, два в кратком описании, они отделяются другими знаками. Знаки всегда можно подсмотреть, какой правильно поставить. Они похожи. Инструмент. Один раз. Понять? Вот это вот, кстати, ссылка на какой ресурс у нас с вами идёт. Вот это на одноуровневый ресурс. Ссылка на одноуровневый ресурс. Вот это структура за текстовые ссылки. Смотрите, что у нас добавилось. Сведения о местоположении объекта ссылки в документе. Сведения об объекте, в котором опубликован объект ссылки. Это то, что называлось аналитическое описание или сейчас называется на составную часть ресурса. Статья из журнала, статья из сборника. Вот оно. Всё вот это у нас идёт то же самое. Выходные данные, кстати, здесь мы можем не указывать. Мы указываем только название журнала. Вот оно, да. Здесь не идёт. Здесь вот это у нас тоже может не быть. Сведения об ответственности. Да, вот. Вот они и остаются. Вот это убираем. Вот оно и остаётся. Давай, периодика. Вот эти вот нам уже здесь не нужны. И последний номер тома выпуска. Вот сразу смотрите. Всё идёт одно и то же. А вот здесь появляется порядковый номер тома выпуска. Это много... А, нет. Почти. Почти угадали, Ирина Аркадьевна. Многочастный. Том из многотомного собрания. Да, например. А вот это у нас на что идёт? Да, сериальное. Сериальное может тоже у нас быть. Вот это многоуровневое. Вот здесь многоуровневое или сериальное. Но тогда у нас будет либо выпуска серии, либо многоуровневого, многочастного документа. Слова добавим. И последняя у нас ссылка на что идёт. Вот это, да, пошла. Это уже у нас пошло, да, печатное издание. Это уже пошла подстрочная ссылка. Её структура. Похоже? То же самое пошло, да. То же самое у нас пошло для подстрочной. Убираем. Да, лишнее. Вот оно пошло на составную часть. Здесь. Так, да, вот оно. И здесь тоже самое. Схема, структура. Одни и те же. Что для подстрочной ссылки, что для затекстовой, которая отдельным списком у нас идёт в конце документа. На библиографическое описание, на структуры похоже. Похоже. Небольшие изменения есть, но основные элементы, основные области те же самые. Поэтому не так уже страшно. Нам один раз достаточно понять, что зачем следует, в каком порядке. И уже становится проще. В ссылках мы делаем то же самое. Какие ссылки приведены здесь? Ну, вот такой небольшой вопросик вам на засыпку. А вот здесь мы разобрали разные виды ссылок. У нас есть внутритекстовые, затекстовые, подстрочные, полные, краткие, первичная, повторная ссылка. Вот эти две ссылки, первая и вторая, они какие? Вот прям подстрочная, полная, первичная. Это первый номер. Ага, первый номер подстрочная. Первичная и повторная. Да, а какие первичные, повторные, Светлана Викторовна? Первичные, повторные, да. А какие они? Полные, краткие, подстрочные, затекстовые. Подстрочные, повторные, да. Смотрим. Угадали, ура. Кто написал подстрочные, первичные и повторные? Да, вот это первичные, вторая, повторные. Затекстовые они могут быть? На что мы ориентировались, да? Вот я смотрю, никто не написал, не написал затекстовая ссылка. На что мы ориентировались? Что знак выноски есть, значит подстрочная, да? Ага, во, Диана Валерьевна. Может быть, и затекстовая, и затекстовые не только в тексте выделяются квадратными скобочками отсылки к ним, но и знаком выноски. Редкий случай, но он может попадаться в научных изданиях, в основном в студенческих работах требуется вот это, квадратные скобочки в самом тексте, для того, чтобы не путать затекстовые с подстрочными, не путать с самим, не путать студентов. Валентина Владимировна, где тоска? Скучно рассказываем? Не? А, тоска, если к тому, что это вот все приходится оформлять, ничего, потом тоска делать. Согласна, не самый приятный вариант. Если, да, нюансики, нюансики мелкие, ну, знаете, хотя бы основное научиться делать, да, с нюансиками мы уж как-нибудь разберемся. Чтобы не было тоски, не надо, 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 да, Ирина Аркадьевна. Коллеги, чтобы повысить мотивацию делать вот эту тоску и чтобы это не было тоской, если интересно, вы напишите, я вам попробую насобирать, вспомнить, как мы это разнообразили с нашими студентами, да и для себя тоже, как заставить себя делать, делать это, да, разные способы мотивации, которые работают, просто тогда мне просигнализируйте, напишите, я попробую для вас насобирать таких мотивашек. И немножечко про некоторые моменты, полезные при оформлении списков и ссылок. Это мы уже с вами знаем. Тире. Все знаки, предписанные пунктуацией, библиографические знаки, очень боятся ковида, поэтому они держат социальную дистанцию и отделяются пробелами от соседей. Кроме точки и запятой. Вот они ковида не боятся, они держатся за ручку с предыдущим словом, от него они не отделяются. Да, ну вот нечаянно опять метафора пришла в голову, смешно, смех смехом, но запоминается. Да, все остальные знаки очень боятся, поэтому держат дистанцию. Вот не забываем ставить пробелы. Грамматическая точка и точка предписанной пунктуации сливаются в одну. Две точки не ставим. Вот когда сокращаем из д, мы вот здесь вторую точку не ставим. Здесь достаточно одной точки. Они объединяются в одну большую жирную точку. И потом у нас идет наш пробел социальной дистанции. Это важный момент понять отличие между грамматическими знаками и знаками предписанной пунктуации. То, в чем даже в самих ГОСТах, иногда и в методических рекомендациях мы делаем ошибки. Но человеческие факторы, и у меня иногда бывает пробел проскакивает, не выделяешь, потом обнаруживаешь, исправляешь ошибки. Это у всех бывает. О, Ирина Аркадьевна, куда же от него деться? Но стараемся вот это вот следить. Поэтому при проверке библиографических описаний хорошо, когда есть взгляд со стороны, незамыленный взгляд наблюдателя, который посмотрит и скажет, ой, а вот здесь ты пропустил, а вот здесь ты не заметил. Со студентами мы менялись списками. И хороший еще второй способ проверять с конца. Читать не по порядку, вот когда проверяем, правильно ли у нас расставлены знаки и стоят ли нужные пробелы. Не сначала читать описание, а с конца. Это непривычно и сразу то, что выбивается из общего ритма, ошибки быстрее находишь. Вот такой маленький, маленькая хитрость, лайфхак. Про ссылки. Сейчас побольше про ссылки посмотрим. Ссылки обязательно ставим на все виды заимствований. Прямое, косвенное цитирование, упоминание в тексте. Ставим. Один из видов мы не рассмотрели. Комплексная ссылка. Это мы уже, когда про ссылки будем говорить, там подробнее про нее тоже поговорим. Но каждому источнику в списке литературы обязательно должна быть ссылка в тексте студенческой работы. Вот это важно. Ну и в статьях тоже. А иначе зачем мы это включаем в список? Ну я же читала на основе этого. Ну вот и дай ссылку. Где на основе этого? На основе чего? В ссылках заменяется на точку наш знак и области отделяются точкой. И имена, вот еще один нюансик. Имена авторов в заголовке в описании, помните, мы говорили один автор, а в ссылках допускается один, два или три автора. И еще важный момент. В сведениях об ответственности за косой чертой, если в описании мы повторяем первые сведения об ответственности, об авторе, то в ссылках мы этого не делаем. Здесь проще. Они не повторяются. По затекстовой ссылке. Иногда в тексте мы сталкиваемся вот с таким вариантом оформления. В каких случаях? В отсылке у нас идет вот так, а в затекстовой ссылке у нас идет уже описание этого источника. Смотрите, максимально простой. Авторы, заглавие, место издания в сокращенном варианте по ГОСТу 2003, по 2008, если посмотрите, там в образцах приводится сокращение. Мы можем писать сейчас и полностью. Москва. А можем оставить и сокращение. Место издания, год и количество страниц. В каком случае мы ставим вот так в отсылке? Почему здесь нет цифр? Почему мы указываем автор? За текстовой ссылке список у нас идет один источник. Один источник. Вот он. Он один источник. Да, совершенно верно, Диана Валерьевна. Вот когда у нас ненумерованный список в затекстовых ссылках, нам приходится вот к такому способу прибегать. Это один из способов оформления отсылки к затекстовой ссылке. Мы указываем авторов, причем только фамилии, для того, чтобы потом в списке найти этот источник, на кого же мы тут ссылались. Поэтому затекстовые ссылки лучше делать нумерованным списком, чтобы, во-первых, вот здесь в тексте меньше писать. Если у нас авторов много, опять же, то правило, которое было в ГОСТе 2003. Первого и другие. И здесь мы описание даем уже под заголовком, не под заглавием, под заголовком. Название. И тогда в тексте мы будем указывать название. А вот если у нас список нумерованный, вот здесь уже проще. Ставим номер. И на этом часто можно. Вот в научных публикациях иногда не требуется отсылка к страницам. Либо мы просто ссылаемся на какой-то источник, мы можем ограничиться вот так. Но если мы указываем конкретную цитату, взятую с конкретной страницы, тогда мы ставим запятую, пробел, маленькая с, страница такая, это 33. И за текстовые ссылки мы указываем, можем указать полное количество страниц. Кстати, вот это указание страница 33 или вот так, и то, и другое можно делать. В зависимости от того, на что мы ссылаемся. Ну и так, и так можно указывать. И по подстрочной, по подстрочным ссылкам. В повторных ссылках, опять наш пример берем, с которым мы уже, который мы смотрели, с нашими федущими. В повторных ссылках, которые содержат запись на многочастный документ, то есть какой-то том, книга. Вот видите, фиолетовым выделено. Ссылаемся на какой-то отдельный том. При наличии, приводят заголовок, при наличии одного, двух или трёх авторов. Если у нас только приведено основное заглавие, основное заглавие или только основное заглавие, если заголовок не используется, если авторов больше или нет, тогда мы описываем под заглавием. Если нет авторов или их больше четырёх, тогда у нас вот этой части не будет. Вот я вам такую схемку привожу. Что дальше мы в повторной... Вот это мы указываем в первичной ссылке, а вот это у нас идёт уже повторной. Когда мы дальше на этот же источник ссылаемся, то мы указываем только какой том, книга и страница. Потому что все вот эти данные у нас приведены... Выходные данные, распространение, они приведены в полные ссылки. Вот это мы указываем один раз, когда первый раз у нас ссылка даётся на этот источник, мы её указываем вот так. А в дальнейшем по тексту мы можем сокращать, писать в сокращённой форме. Сейчас скажу, Наталья Эдуардовна, прям на один слайд, почти на один слайд, на пару слайдов опередили. Второй по подстрочным ссылкам, ещё по нормативным документам. В повторных ссылках, что приводится на нормативный документ, приводят обозначение документа, номер, включающий дату утверждения, и страницы. А в законодательных актах, в повторных, мы указываем только сведения об источнике публикации, дата, номер статьи или страницы. То есть мы можем указать здесь, ну если есть несколько статей, это один и тот же элемент, он повторяется, поэтому через точку запятой его ставим. Или вот на одну статью. Вот это первый раз, когда мы ссылались на федеральный конституционный закон. А вот это уже повторные ссылки, когда мы на тот же закон дальше по тексту ссылаемся, мы можем указывать уже вот в таком сокращённом варианте. По указу СОЧ можно подстрочное, когда использовать там же, уж совсем сокращённое сокращение. При последовательном расположении первичной и повторной ссылки, когда они идут друг за другом, текст повторной ссылки можно заменить словами там же. В повторной ссылке на другую страницу можно добавить, вот как у нас в примере, в тот же источник, только страницы не 53, а 68, но они идут друг за другом. Видите, второй и третий номер. А вот если у нас, мы сослались там на пятой странице нашей работы на Кравченко, а потом на 17 мы опять его упоминаем. Мы уже не пишем там же, у нас много ссылок перед этим ещё вклинилось. Вот тогда пишется сокращённый вариант ссылки, и мы понимаем, что это повторно. Где-то у нас в начале этот Кравченко уже был. Заголовок. Указанное сочинение. Страница 47. Вот из этого указанного сочинения мы берём не с 53, а с 47 страницы. Да, да, да. Либо цитируемое сочинение. Да, вот два варианта, как мы это можем сделать. Это я вам просто нюансы рассказываю, потому что ГОС-2008, он то, что можно давать студентам, включать в методические рекомендации, как оформлять ссылки проще. Не каждый раз писать вот это вот, а используйте сокращённые варианты. Естественно, так же и было раньше, оно и будет, Валентина Владимировна, потому что ГОС-2008, оно третьим-то и базируется. Ещё про подстрочные. Если мы указываем в тексте, например, у нас идёт вот такая цитата, вот так мы указываем, ссылаемся, да, в своей статье рассматриваются вопросы и о чём-то там дальше пошёл текст. То первичную ссылку мы даём вот так, мы указываем и автора, и из какого источника, название, из какого источника взято, год, номер, и страница, где расположена эта статья. Если мы не приводим здесь конкретную цитату с какой-то конкретной страницы, а просто ссылаемся на статью. В статье я рассматриваю. А вот другой вариант. Если в тексте можно оформлять ссылку и вот так, но в списке источников мы дадим полные данные. В каком случае это допустимо? Если заголовок и заглавие мы привели в своём тексте работы. Вот видите, в прошлом варианте мы просто написали в какой-то статье крафтчинкерс, а здесь мы привели название статьи и автора. Значит, вот здесь в ссылке мы их можем не указывать, мы указываем только источник, допускается такой вариант. Мы указываем источник, номер, год и месторасположение этой статьи. Можно сокращать и вот так. Если в тексте мы написали эти данные, второй раз в ссылке приводить можно не приводить. Для подстрочных. Запятой не разделяем. Нет, в ссылках нет, Светлана Викторовна. В описаниях, да, отделяем. Запятой, фамилию автора и инициалы. Это важно бывает, когда мы правильно указать зарубежных авторов, когда в переводе даём там вьетнамский автор, он Гуен Ван что-то. Где тут имя, где фамилия, иногда сложно разобраться. Запятая нам помогает это понять. В ссылках нет, в ссылках не даём. Вот это тоже отличие между описаниями и ссылками. А во всём остальном они у нас совпадают. Так, коллеги, мы добираемся сейчас, уже добрались до конца, рассмотрели с вами библиографические описания, ссылки, прошлись немножко по затекстовым основные моменты, по структурам описаний ссылок, увидели, что они максимально похожи, то есть один и тот же строительный материал используется, поэтому достаточно один раз понять вот эту структуру, хотя бы через описание, и тогда со ссылками нам легче будет справляться. И посмотрели некоторые полезные моменты из оформления ссылок затекстовых и подстрочных. Дальше у нас будет прям вебинар, где по ссылкам, где мы уже более подробно с ними будем разбираться. Что-то повторим, что-то и новое добавим. Сейчас я посмотрю вкладку «Вопросы» и пройдёмся, и пойдём к выдаче уже подходить сертификатов. Презентацию пока можно скачать. Если какие-то вопросы будут возникать, когда я отвлекусь на выписку сертификатов, вкладку «Вопросы» дописывайте, я потом их всё равно все соберу. Елена Анатольевна, можно выложить презентацию в библиотечной группе ВКонтакте и на странице библиотеки на сайте университета. Не нарушаем ли мы ваши права? Елена Анатольевна, если ссылкой дадите, конечно, те презентации, которые я вам даю для общего пользования, для скачивания, можно использовать, можно применять, но только со ссылкой и хорошо бы давать гиперссылку на страницу. Знаете куда? Вот сюда. Чтобы совсем уж... Да, вот. Вот, вот, вот. Сейчас я вам дам ссылочку. Ага, всё. Спасибо, Валентина Владимировна, на предыдущий вебинар помню. Ну, вот, коллеги, если используете материалы где-то на... там куда-то будете выкладывать, просто с титульным листом давайте, да, и можно дополнительно вот вставлять трек, ссылку на трек вебинаров на список. Я вам сейчас покажу, что нас ждёт в течение года. Сейчас только вопросы, с вашего позволения, пробегусь и посмотрю, что у нас там, да. Список использованных источников. Юрий Иванович, нет, вот на... Сейчас... Давайте сейчас пока. Вот, вот, вот. Значит, смотрите, 11 ноября у нас будет... Ой, несколько небиблиографических у нас вклинилось вебинаров. Ну, ладно, пусть они будут. Вот какие вебинары у нас будут идти до конца нашего следующего года. Тут два слайда. Прямо с гиперссылками я вам даю, можно отсюда даже из презентации зайти и записаться на те темы, которые интересны. Вот, Юрий Иванович, библиографические описания и ссылки, два ГОСТа, два формата. 11 ноября мы будем смотреть, и 18-го у нас будет для методических рекомендаций. Я так немножечко даю на каждом вебинаре, но мы вот пройдемся еще и по другим ГОСТам, которые могут быть использованы при составлении таких методических рекомендаций. И вот там мы с вами, наверное, прямо 11 ноября начнем разбирать. Список использованных источников и список затекстовых ссылок или список ссылок в конце, да, это две разные сущности, это два разных элемента справочно-библиографического аппарата. У них разные назначения и разные задачи. У нас на прошлом вебинаре тоже был вопрос про РПД. Это вот как раз сюда, вот 11 и 18-го мы про это поговорим, что между ними есть разница. Да, Ирина Аркадьевна, на то и рассчитано, конечно, да, станем профессионалами. А куда же нам деваться-то? Ну, Валентин Владимирович, не пропустим, у нас в записи будет. Так вот, вот это вот у нас будет вот так. Да, про электронные ресурсы мы 5 ноября поговорим. Вот были у нас вопросы, все вопросы, которые касаются электронных ресурсов, они начнем вот уже 5 ноября. Коллеги, большая просьба, пишите, пожалуйста, свои вопросы. Я вам сейчас контакты тоже покажу, оставлю. Туда тоже пишите. Лучше заранее, потому что какие-то моменты я буду включать в наши вебинары и использовать как... Если есть примеры, присылайте примеры. Мы на этом будем тоже использовать и отвечать уже прям непосредственно по темам. Ссылки в письменных... И вот дальше пошли все наши вебинары. Вот у нас в феврале прям будет ссылки на электронные ресурсы уже сетевого распространения. Более подробно поговорим про сетевые интернет-ресурсы, сайты, страницы и так далее. И вот этот вебинар на мультимедийные ресурсы, то, с чем мы сейчас начали часто сталкиваться, но чего в ГОСТе, даже в Новом, очень мало или практически нет. Аналитические или составная часть ресурсов у нас тоже будет отдельный вебинар. И вот это вот обращаю ваше внимание, о чем молчат ГОСТы, на новые виды медиа-ресурсов. И, коллеги, возникают вопросы по поводу патентов, законодательных актов, нормативных документов. Вы мне тоже, пожалуйста, просигнализируйте. Мы можем включить это составную частью в этот вебинар, а можем сделать отдельный вебинар прям по теме нормативные законодательные акты. Наверное, в группе я сделаю такой опрос, и там вот просто поучаствую. Ну и дальше вот они, темы есть, какие у нас есть. И поэтому вопросы, которые присылаете, я вот под эти темы стараюсь туда и вставлять, чтобы нам уже отвечать. Поэтому заранее присылайте, чтобы мне уже на них ориентироваться. И данные, вопросы по описаниям, ссылкам, примеры, какие-то, то, что вы обнаружите в гости, какие-то нестыковки, еще что-то. Еще раз большое спасибо Владимиру Алексеевичу за то, что он прислал вот такой вопрос, связанный с патентами. Да, действительно, я просто с патентами не сталкиваюсь, больше по гуманитарной части. Но там, да, действительно, есть вот такой нюанс, с которым мы разбираемся. И адрес моей электронной почты здесь есть, и группа в Фейсбуке «Библиография для небиблиографов». Вопросы можно писать туда. Прям постом задавайте вопрос. Там есть и библиографы, и библиотекари, и такие же интересующиеся наши преподаватели, студенты. Все вместе нам быстрее найти ответы на вопросы. Не стесняйтесь, ради бога, пишите. Пишите и в группу тоже. Запись вебинара. Про запись вебинара мы уже сказали. Запись вебинара, ссылочку сейчас дам. Допустим, или описание широко известного литературного хиршной дяди Тома, любое издание, текст непосредственный, текст электронный. Антонина Николаевна, вопрос, широко известный, в таком ключе. В таком ключе можно, только непонятно, у вас в конце идет текст непосредственный, текст электронный. Любое издание мы не указываем. Если нет второго, третьего, переиздания или еще что-то, тогда вообще эту область исключаем, ее не будет, будет место издания и что-то. Если Антонина Николаевна еще не ушла, если речь идет о печатном тексте, имеющем электронную версию, вот про электронные ресурсы, я тогда вам этот пример разберем, я вам на него разберем, разберем, как здесь правильно указать. Первое место издания. Значит ли первое место издания, что, например, происхождение видов Дарвин надо указать где-то в XIX веке на английском языке? Нет, 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 Анна Алексеевна, первое место издания это то, что у нас на титульном листе указано, указано, Москва или что-то. Вот это будет первым, или выделено типографским шрифтом. Санкт-Петербург, издание Питер, крупненько, жирненько. Вот это и будет первое место издания, а не то, что издавалось в XIX веке на английском языке. Первое место издания это в описании в области, что идёт первым, то и указываем, а не по хронологии. Да, обращались не к этому изданию. Если смотрели издание XIX века на английском языке, тогда описание делаем по этому источнику. Если это какое-то свежее издание XVI года, то данные берём с титульного листа этой книги. Ага, вот ещё. Цитирование по, если мы обращаемся к вторичным источникам. Всё, поняла. Про ссылки, да, вставлю это в вебинар. Цитирование по. Про ссылки, когда будем говорить, я это вам, может быть, даже на следующем вебинаре, одиннадцатого, упомяну, как это делать. Возможно ли оформлять за текстовые ссылки, как отсылку к библиографическому списку литературы, не на список ссылок, а отдельный библиографический список? Диана Валерьевна, хороший вопрос. 11 ноября мы о нём поговорим. Можно. Допустимо. Ну, не совсем по строгим правилам, но в целях лаконизма и минимизации усилий можно делать. Под заглавием по ГОСТ описываются книги пяти и более авторов. А в ссылках, если... Да, Диана Валерьевна, в ГОСТе 2018 у нас новые правила. Описание книг пяти и более авторов. А в ссылках ГОСТ 2008 он апеллирует ГОСТу 2003. И там ещё вот это старое правило осталось. Поэтому если мы переделываем ссылки, оформление ссылок в своих методических рекомендациях на новый ГОСТ, на новый лад, и рекомендуем обращаться уже к ГОСТу 2018, то вот этот пункт нам придётся уже самим ручками переделывать и писать в своих методических рекомендациях уже вот это требование. Тогда это будет обосновано, что мы используем ГОСТ 2018. Как правильно оформить, Наталья Борисовна, как правильно оформить, если работа цитируется по другому источнику? Цитата по. Делается сноска. Пишем цит по. И дальше указание того источника, по которому мы цитируем. Потому что иначе мы будем Аристотеля искать в Древней Греции. Не-не-не. Цитата по. Если по правилам журнала в тексте даётся фамилия и год, а общий список пронумерован, но по алфавиту, они так, как даётся в тексте, это не... Ирина Владимировна, по правилам журнала, это правила журнала. Они очень часто используются, разные форматы записи. Вот когда про скупусовская подготовка. Где у нас здесь будет? Не здесь раньше. Вот. 21 октября оформление статьи для публикации. Я вам разные форматы покажу, какие требования бывают в разных изданиях. Скупусовские, несккупусовские, ваковские, ринцевские. Вот они очень сильно будут отличаться. Ирина Владимировна, если у вас есть пример вот этих правил описания, если вы сейчас с нами здесь, Ирина Владимировна, пришлите мне их, пожалуйста, посмотрите. Или хотя бы название журнала, да где вам эти правила попались. 21 октября я вам расскажу, правильно или неправильно. Мне надо посмотреть, что они требуют, и на основе чего они разрабатывали свои методические рекомендации. Может быть и правильно. Татьяна Николаевна, запись вебинара будет, сейчас ссылочку дам. Предыдущего сейчас тоже дам вам ссылочку. На вопросы в предыдущем вебинаре. Юлия Юрьевна, ответы на вопросы в разные вебинары сейчас раскидываю. Может быть мы даже сделаем, если будет необходимость, может быть даже отдельный вебинар проведем по ответам. Либо постепенно, вот я их сейчас по октябрьским вебинарам раскидаю. На 9, на 10. Ой, с 9 сентября и сегодняшние какие-то вопросы мы туда обязательно включим. Не волнуйтесь, опять же, я прошиваю ответы на вопросы. Юлия Юрьевна, прямо в сам материал, потому что сегодня уже на несколько вопросов, которые были на прошлом вебинаре, мы уже материалом ответили. Значит, коллеги, сейчас мне некоторое время понадобится для создания наших сертификатов, ваших сертификатов, поэтому можно дождаться, можно дождаться. И фактически нашу сегодняшнюю встречу мы с вами завершаем. Но остались регламентационные вопросы по сертификатам, это я уже вам сейчас расскажу, как это у нас с вами будет. А вас жду на наших следующих вебинарах. И, кстати, если у нас есть здесь библиографы профессиональные, мы не трогаем вопрос автоматизации системы Ирбис, Росмарк и прочих. Но если такие вопросы возникают, и есть и на прошлом вебинаре были, вы их тоже задавайте. Вот у нас 1 октября планируется вебинар как раз по электронной библиографии, по этим системам, и будут специалисты, будет специалист, который сможет дать вам ответы на эти вопросы и затронет эту тему. Поэтому на 1 октября приходите, мы там это разберем. Ну что ж, коллеги, на этом мы основную часть нашей субтитры... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!